маленький спойлер трамваи обходите спереди автобус и троллейбус сзади сигареты десятой дорогой ибо если вы начнете курить я лично бросил спустя 22 года и вот мой рассказ полтора года я уже не курю перепробовала кучу таблеток кучу разных пластырей спреевы всего остального как вы думаете что мне помогло ничего просто обычное желание желание бросить курить и все это то мало и единственное что сподвигнет вас на этом тяжелом пути он конечно нелегкий но спустя восемь месяцев мне уже абсолютно не хотелось курить и спустя восемь месяцев после того как я бросил я с вероятностью на 90 процентов знал что я уже не начну перед этим были периоды когда я бросал на полгода на два-три месяца потом снова начинал знаете чего я начинал вообще курить с первой сигареты после того как я бросал курить я тоже начинал курить с первой сигареты и ничего не спасало вот ты уже бросил вот ты уже полгода не куришь достаточно поймать себя на мысли о том что ты хочешь себя проверить выкурить одну единственную сигарету и дальше не курить вспомнить как это отвратительно по утрам там или днем выкуренная сигарета но на самом деле ты выкуриваешь сигарету и заново начинаешь курить за ней сразу хочется выкурить еще одну еще то потом ты понимаешь что ну я же могу бросить курить я же уже научился я же уже переходил эту реку и ты снова начинаешь курить потом снова пытаешься бросить потом снова бросаешь какое-то время не куришь вот к чему я все это к тому что сигареты это не очень хорошо для здоровья не очень хорошо сейчас спустя 22 года активной жизни когда я каждую зиму болел непонятно какими респираторными простудными заболеваниями теперь же за эти полтора года зимой я не болел вообще то есть если мне был насморк то он проходил незаметно течение двух трех дней они так как раньше у меня насморк болезни горло там кашель держались неделями месяцами вот поэтому подумайте стоит ли ваше здоровье которое обязательно улучшится после того как вы бросите самостоятельно которое скажет вам потом спасибо еще не один раз которая даст вам возможность почувствовать большую вкусовую палитру пищи которую вы употребляете большую вкусовую палитру напитков которых вы пьете начиная там я не знаю от кубасы и заканчивая кефиром таном и еще неизвестно чем вот подумайте стоит ли переплачивать за сигареты убивая свое здоровье ключевым моментом именно для меня стала моя дочь мой сын который растет и смотрит на то как отец курит это конечно хреновый пример но я когда рос я смотрел на то как отец пьет вообще не хочется пить отбила все желание сразу вот именно на таком простом примере я думаю что мои дети хотя бы что-то возьмут от меня может быть что-то отобью у них я из желаний пагубных привычек и всего остального для меня это было лишним мотиватором еще одной такой составляющей которая толкала на то чтобы бросить было желание сэкономить но скажу по секрету желание сэкономить до сих пор осталось вот только способности почему-то иссякли когда ты бросаешь курить эти деньги ты не тратишь на сигареты а тратишь на себя тратишь на какую-нибудь вкусняшку нет и не набираешь вес а и даже если набираешь ты можешь легко сбросить весь потому что ты сбросил себя груз этой пагубной привычки и дальше сбросить вес там я не знаю сделать что-то конкурсенуальное для тебя уже не составляет большого труда то есть тебе это уже сделать намного проще если ты бросил курить ты можешь запросто контролировать свой вес можешь запросто контролировать свой аппетит можешь запросто контролировать всю вселенную единственное что тебе для этого нужно желание а желание у тебя и так огромное потому что напомню ты уже бросил курить и самое главное в этом нет ничего хорошего курение нет ничего самоутверждающего нет ничего я не знаю там взрослого мы все совершаем ошибки и курение это просто очередная ошибка ошибка которую состояние исправить каждый из вас лучший мотиватор на пути бросания табакокурения либо какой-то другой своей погодной привычки это вы сами пока вы сами не захотите пока вы сами не заставите себя ничего не изменится вашей жизни попробуйте изменить жизнь прямо сейчас попробуйте отказаться прямо сейчас это не должен быть там какой-то очередной понедельник начало недели начало месяца начало года какая-то круглая дата это должно быть прямо сейчас вот вы сейчас хотите бросить и вы бросаете это не работает о том что я брошу завтра это не работает о том что когда я захочу я могу свободно бросить так это не работает и никогда не будет работать пока вы сами в этом не убедитесь к сожалению вы это не поймете да меня многое раздражает раздражают люди которые до сих пор курят хотя я был точно таким же и точно также курил даже больше я выкурил по две пачки сигарет в день полторы пачку пачка это было стабильно а тот кто курит там две-три сигареты в день бесит иногда намного больше именно в процессе курения вот когда человек идет впереди вас дымит и ты осознаешь что ты был точно таким же что ты точно так же шел дымил что ты точно так же мешал кому-то мы все не индивидуальные и не уникальные мы все сделаны по шаблону мы все совершаем ошибки мы все их стараемся исправить давайте начнем исправлять ошибки в самом себе прямо сейчас начнем с того что мы бросим курить кто-то бросит пить кто-то бросит заниматься какой-нибудь нелегальной деятельностью кто-то начнет заниматься детьми кто-то начнет играть с детьми кто-то начнет я не знаю воспитывать своих детей кто-то вообще начнет задумается по поводу создания семьи по поводу того чтобы изменить свою жизнь к лучшему полтора года я не курю начинать я не хочу не хочу ради детей ради того чтобы они видели что жизнь можно прожить без всякой гадости кому было интересно подписывайтесь на канал ставьте лайки добавляйтесь в друзья мой канал это моя жизнь то что я хочу донести до детей я пытаюсь донести через свой канал может быть когда меня уже не будет кто-нибудь из них зайдет на youtube смотрит вспомнит кому-нибудь будет интересно ну а пока пока подпишитесь на канал нажмите колокольчик поставьте лайк и оставьте свой комментарий